Мы находимся в Лувре. Перед нами картина Караваджо «Успение Богородицы» 1605-1606 годы. Это огромное полотно. И довольно тёмное. Для Караваджо характерна затемнённая манера письма, но эта картина особенно тёмная. Её следовало бы почистить. Да, наверное. Мы видим тёмный и мрачный фон и фигуры, расположенные очень близко к нам, но здесь нет ничего из того, что мы привыкли видеть на картинах, изображающих смерть Девы Марии. Обычно её изображают вознёсшиеся на небеса или в окружении ангелов, принимающих её на небеса. И вот типичный Караваджо, он берёт религиозный сюжет и изображает его очень обыденным, полностью спускает его на землю. Сама Дева Мария выглядит как римлянка того времени. В ней вообще нет ничего божественного, если, правда, не считать едва заметного нимба вокруг головы. Её волосы не убраны. «Верхняя часть платья приоткрывает тело. У неё босые ноги». Всё это считалось крайне непристойным, и священники сочли, что Мария так выглядит, потому что Караваджо рисовал её с мёртвой проститутки, которую выловил из воды. Не самая подходящая модель для Богородицы. И фактически, именно из-за этих слухов монахи отвергли картину. Итак, картина очень реалистичная. Она передаёт библейскую историю буквально, очень прямо. Кроме того, и масштаб картины, и положение молодой женщины на переднем плане, смотрите, как она согнулась, создают ощущение нашей близости к происходящему. Словно ещё чуть-чуть, и можно будет, например, потрогать тот медный тазик. Я думаю, что Караваджо намеренно оставил для нас свободное место в круге скорбящих. Очевидно, что это апостолы. Но Караваджо в типичной для себя манере высветил наименее героические элементы их внешности, прямо скажем. Вот всё-таки согласитесь, как он любит всё обыденное, прозаичное, простое и неприметное. При этом Караваджо ещё и великий мастер композиции. Взгляните на чудесную алую трапировку в верхней части полотна. Как красиво и элегантно она обрамляет композицию. Её изгиб повторяет воображаемую линию, соединяющую головы апостолов, и рифмуется с фигурой Богородицы. Её тело расположено по диагонали, словно напоминая, что эпоха Возрождения позади, а перед нами более динамичная композиция, характерная для барокко. Разворот руки Девы Марии образует другую диагональ. Посмотрите на этот потрясающий изгиб её кисти. Он словно ведёт наш взгляд к сидящей рядом женщине. Караваджо будто говорит, что мы должны, подобно этой женщине, также скорбеть по усопшей Богородице. А я тоже вот разглядываю руки. Посмотрите на апостола в золотистой одежде. Какой изумительный ракурс у его руки. Великолепно, не правда ли? Другой апостол чуть ниже обхватил голову руками. Следующий справа от него плачет и трёт глаза. Последний подпирает рукой голову. А потом мы переводим взгляд на Деву Марию. Её левая рука вытянута, кисть безжизненно повисла. А правая рука выглядит так, будто её специально сложили у неё на груди. Вот как вы сказали, буквально чувствуешь, что перед тобой мёртвое тело. Здесь нет ни намёка на воскресение или спасение. Мы почти чувствуем, как Мария коченеет. Обратите внимание на её правую руку, на положение безымянного пальца. Он подогнут под средней. Для живого человека это неестественно. Да, как будто Караваджо намеренно отвергает элегантность Высокого Ренессанса, предлагая нам взамен нечто более сложное и почти уродливое. Да, да, из нашего мира. Он показывает духовное через образы нашего мира. Субтитры создавал DimaTorzok